Сейчас тяжело после такого романса. Наоборот, наоборот. Всё это было как в тумане, В каком-то непонятном сне, В прекрасном сказочном тумане, Тогда с тобой наедине. Как ждал я этого мгновения На протяжении многих лет. Ты не встречалась, к сожалению, Но я искал твои лёгкие следы. Прости прекрасное создание За необузданный порыв, Но это страстное желание Со мной всегда, покуда жив. Молю прости меня невежею За непонятную любовь, Оставь хоть малую надежду, Что это повторится вновь. Ты намекни мне только взглядом, И я уже у ног твоих. Я так хочу с тобой рядом Делить всё в жизнь на двое. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, наверное, К этим прекрасным поэтическим строкам Можно сказать только Досветятся имена женщин, Поддерживающих таланты, Вдохновляющих их. А сейчас, Любовь Евгеньевна, Для вас звучит песня Николая Абушенко и Виктора Хомякова «Как можно женщин не любить» Поют Анатолий Чернявский. Держи. Как можно женщин не любить, Не испытав любви, блаженства, Её ни с чем нельзя сравнить, Её ни с чем нельзя сравнить Самой природы совершенства. Ты ангел мой и мой хранитель, Сердец разбитых исцелитель. Подруга, верная жена, Всегда прекрасна и нежна, Всегда прекрасна и нежна. Как можно женщин не любить, Как не листать любви страницы, Без них не сможем мы прожить, Без них не сможем дня прожить, Не нарушая чувств границы. Ты ангел мой и мой хранитель, Сердец разбитых исцелитель. Подруга, верная жена, Всегда прекрасна и нежна, Всегда прекрасна и нежна. Как можно женщин не любить, Не устилать ей путь цветами, Как нелегко нам их забыть, Как нелегко нам их забыть, Вы остаетесь вечно с нами. Ты ангел мой и мой хранитель, Ты ангел мой и мой хранитель, Сердец разбитых исцелитель. Подруга, верная жена, Всегда прекрасна и нежна, Всегда прекрасна и нежна. Я, я на сцене ансамбль преподавателей Узбекает школы. Совсем недавно, Николай Владимировичу позвонила Одна женщина по телефону, И попросила его написать стихотворение, Написать стихотворение ее сыну, Который служит на границе. У сына был день рождения, И был день рождения, И ей очень хотелось В стихах выразить свои чувства, Свои переживания, свои мысли. Николай Владимирович написал Такое стихотворение, И вот прочитала я его, И удивилась. Но я понимаю, Когда мужчина пишет о любви, Когда мужчина пишет о верности, О природе, о родине, Все это понятно. Даже об отцовских чувствах. Но как мужчина может так чувствовать Сердце матери, Как он может так чувствовать Переживания матери, Для меня это до сих пор непонятно. Я когда читала это стихотворение, Но я не считаю, Что я сильно сентиментальный человек, Но у меня были слезы на глазах. Стихотворение было написано, Она отослала его сыну. Тот, конечно, был буквально поражен. И вот эта женщина Потом звонила еще много-много раз Николаю Владимировичу, И говорила, Что мне кажется, Что это стихотворение написала я. Как вы могли написать Вот то, что я думала, То, что мне хотелось сказать, Как вы могли это выразить. Итак, Николай Обушенко, Письмо к сыну. Нелегко на границе служить, Знаю я, что в любую погоду Нужно зорко ее сторожить, И в огонь за нее, и в воду. Даже жизни своей не жалеть, Если это не дай Бог случится, В заруболухе любой не робить, Пусть тебя нарушитель боится. От меня ты, сынок, далеко, Но для матери нет расстояния. Мне бывает совсем нелегко, Сердце просит с тобой ожидания. Здесь, в Калачинске, снова зима, Затрещат, как обычно, морозы. Не идешь ты сегодня с ума, Тихо на щеку катятся слезы. Не грусти, мой сынок, дорогой, Будь здоровым, счастливым, умелым, Охраняй материнский покой, Добрым будь осторожным и смелым. О песне «Мама» Николая Абушенко и Виктора Хомякова Хочется низко поклониться Русской женщине-матери, На долю которой выпало столько страданий. Для вас поет Николай Абушенко и Владислав Материнский. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнал... Субтитры подогнал... Симон. Субтитры подогнал... Субтитры подогнал... Субтитры подогнал...